Детские сады областного центра готовятся к новому учебному году. Капитальные преобразования этим летом коснутся 10 дошкольных муниципальных учреждений. Ремонт будет проходить в пищеблоках, прачечных и групповых помещениях. За ходом работы в 11 и 59 детских садах наблюдала наша съемочная группа. Диана Калединова продолжит. Мы находимся в прачечной, где будут установлены машинки стиральные, центрифуга и бойлерный отопительный котел, который будет использоваться на момент отключения воды. Этим летом в 11 детском саду капитально отремонтируют прачечную, пока рабочие готовят помещение. Впереди замена водопроводных труб и освещение, укладка новой плитки и установка необходимого оборудования. Для этих целей из горбюджета выделено почти 400 тысяч рублей. Капитальный ремонт частично проводился в 89-м году, поэтому канализация и водопровод, конечно же, желают быть лучше. Проблема остается. Пока начали с прачечного помещения, потому что это основной пищеблок и прачечное помещение. Основное сейчас мы сделаем по групповым помещениям. Я думаю, потом частично мы все это доделаем. Во дворе дошкольного учреждения тоже кипит работа. К новому учебному году тротуарные дорожки здесь выложат плиткой. Затем воспитатели приступят к благоустройству территории. Я думаю, что мы уложимся в срок, и детский сад встретит наших детей уже в обновленном, хорошем состоянии. Я думаю, родители будут тоже довольны нашей работой. Ну и спасибо муниципалитету, который финансирует все-таки наши детские сады. А это уже 59-й детский сад. Он рассчитан на 320 воспитанников. Дошкольное учреждение открыто в областном центре в 1977 году. Ранее здесь капитальных преобразований не было. Однако активный и творческий коллектив каждое лето проводит косметический ремонт. Своими силами уже покрасили окна и стены в спортивном зале. А также привели в порядок лестничные марши. В этом году в двух группах будет полностью заменена система отопления. На эти работы выделено 400 тысяч рублей из муниципального бюджета. 1 августа мы открываемся. За этот месяц мы должны доделать отопление. После того, как строители уйдут, приступаем мы. Нам нужно будет покрасить, отмыть, расставить все. Объединяемся все, идем в одно место, приводим его в порядок, переходим дальше. Туи, хосты, папоротник, чабрец, примула. Клумбы в этом саду радуют глаз. Забота о благоустройстве территории – общее дело. Этим летом воспитанников планируют удивить новыми задумками. Так, например, появилось оригинальное место отдыха. Мы обязательно благоустраиваем территорию детского сада, потому что принимаем участие и в конкурсах, и во всем. В этом году у нас задумка – мы сделали вот такую замечательную зону отдыха для детей, где они могут с воспитателем посидеть, отдохнуть. Этим летом капитальные преобразования пройдут в 10 муниципальных дошкольных учреждениях. На время ремонта сады закрыты для посещения детей по веерной системе. Контроль за соблюдением сроков и проверку качества работ ведут сотрудники Управления образования и администрации Белгорода. Наш Центр ресурсного обеспечения старается, чтобы контролировать выполнение работ подрядными организациями, выполнение сроков, качества для того, чтобы успеть в срок завершить эти работы, чтобы здания детских садов были готовы к учебному году и условия соответствовали санитарным пожарным нормам. Приемка детских садов начнется с 1 августа. Диана Калединова, Дмитрий Ерема, Павел Емелин. К этому часу Белгород.